В 2021 Татьяна Мандолина завоевала, пожалуй, все титулы по бодибилдингу. Третий раз стала чемпионкой мира, победила в европейских соревнованиях на знаменитом Арнольд Классик. Южноуральская спортсменка стала первой в мировом рейтинге. И карьеру, которая длится уже 21 год, Татьяна не собирается завершать. Цель была очень амбициозная. И, естественно, полное удовлетворение поставленной цели. То есть, эта вишенка на торте, естественно, тебе кайфово. Сегодня Татьяне и другим известным челябинским спортсменам вручили награды от Минспорта. Самым юным титулованным атлетом стал Семен Калистратов, коллега Татьяны Мандолины по бодибилдингу. В свои 10 лет он уже выиграл три чемпионата мира. Каждый день у него по две тренировки легкой атлетики, на выходных чисто качалка. Чтобы таким быть, надо, конечно, качаться много. Я еще в гимнастике. Каждую тренировку стараюсь качаться. Чтобы потом, если даже я вырос, то сильно вырос, мышцы восстанавливались в тонусе и не так много. Надо было времени на восстановку мышц. Лучших из лучших среди челябинских атлетов выбирала комиссия Минспорта. Из всех кандидатов определили 60 самых титулованных. Этот год очень был успешный. Он был, во-первых, олимпийский. И наш регион принес копилку России семь медалей, соответственно. То есть были достигнуты высокие спортивные результаты. Порядка 2300 медалей на серсийской международной арене наши южноуральские спортсмены завоевали. Впереди у чемпионов главный подарок – новогодние каникулы. Но отдыхать долго никто не будет. Например, Татьяна Мандолина уже 3 января придет в тренажерный зал. Она сейчас готовится к Кубку России по бодибилдингу, который в апреле пройдет в Челябинске. Дмитрий Бачко, Андрей Грещук, 31 канал.